Привет гостям моего канала. Сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления мяса с баклажанами по-грузински. Грузинская кухня славится своими яркими вкусами и ароматами. О сочетании мяса и баклажанов классика, которую любят многие. Это блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Если вы заинтересовались, устраивайтесь поудобнее и поехали. Для приготовления блюда нам понадобится 800 грамм мяса, 800 грамм баклажанов, 200 грамм репчатого лука, 200 грамм моркови, 200 грамм сладкого перца, 800 грамм томатов, зелень по вкусу, несколько зубочков чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 чайные ложки сухой аджики, 1 чайная ложка хмели-сунели, 1 чайная ложка приправы к мясу, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты я приготовлю за кадром, чтобы не отнимать ваше время. Сковорода уже разогрета. Лью масло и отправляю обжариваться мясо. Для приготовления блюда я брал свинину, но можно использовать как говядину, так и баранину. Все на ваше усмотрение. Во время приготовления мясо может водяниться по нескольким причинам. Первый момент. Есть оно шприцованное. Это когда производитель обманывает и вводит мышцу влагу для увеличения объема. Второй момент. Это когда мясо было сильно заморожено. И третий момент. Когда плохо разогрета сковорода. У нас сковорода хорошо разогрета и мясо не было замороженным. Не могу сказать, почему столько влаги, но мясо с баклажанами будет очень вкусным. Мясо уже подрумянилось и отправляем его в миску. Пусть ждет своей очереди. Баклажаны отправляем в ту же сковороду, где готовилось мясо. Я их порезал средними кубиками и будем хорошенько обжаривать со всех сторон, чтобы они стали румяные и мягкие. От этого они станут еще более ароматными. Передерживать баклажаны не стоит и убираем их к мясу. Добавляю в сковороду масло и отправляю обжариваться лук. Обжаривать его будем 2-3 минуты до прозрачности. После того, как поджарили лук, отправляем в сковороду морковь. Слегка перемешиваем и обжариваем тоже 2-3 минуты. Теперь пришла очередь отправиться в сковороду специям и чесноку. Чеснок я пропустил через пресс. Его можно и мелко порезать. Все на ваше усмотрение. Теперь отправляем в сковороду сладкий перец. Все перемешиваем и обжариваем овощи еще 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат. Овощи стали мягкими. Теперь добавляем к ним томатную пасту и помидоры. Перемешиваем все и пусть протушатся 5 минут. Томаты я порезал мелким кубиком. По желанию можете снять с ней шкурку и измельчить. Или взять томаты в собственном соку. Овощи протушились и теперь отправляем в сковороду мясо с баклажанами. Перемешиваем и добавляем немного воды. Если томаты дали много сока, то воду добавлять не надо. Еще раз все перемешиваем, чтобы жидкость равномерно распределилась. Хочу сказать про консистенцию блюда. Оно не должно получиться жидким. Это не соус, а скорее овощной рагу. Поэтому оно должно быть достаточно густым. Закрываем крышкой и тушим 30 минут на температуре ниже средней. Через 20 минут добавляем в сковороду зелень. Перемешиваем и продолжаем тушить еще 10 минут. Прошло полчаса и смотрим, что у нас получилось. Это выглядит очень аппетитно и пахнет изумительно. Готовое блюдо можно подавать с рисом, лавашом или свежим хлебом. По желанию можете добавить в тарелку любую зелень. И еще один важный момент. В Грузии используют любое мясо, какое есть под рукой. Если используете говядину, то ее надо хорошенько заранее приготовить. Потом с овощами вы не сможете ее хорошенько протушить. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусным и ароматным блюдом. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. До следующих интересных встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok